вы же добрый день всем кто смотрит наш канал компания рада строй сегодня хотим рассказать вам умягчители воды в коттедже вот здесь мы его смонтировали на объекте только что закончен монтаж принципе он в сборе вот и здесь у нас специалист руководитель монтажных работ дмитрий дмитрий может расскажете да в каких случаях используется вот применяется умягчитель воды как вот основные узлы как он работает какой эффект дает все что вот такие то основные моменты о его работе начать с того что это не совсем умягчитель это система которая будет избавлять заказчик в том числе и от растворенного в воде железа вот просто это умягчитель по сути своей но засыпка тут много компонентная и комикс то есть это набор смол которые работают по разным химическим составляющим воды данном случае нам надо было первую как как бы голову избавиться от растворенного железа поскольку вода желтеет и пахнет вот и во вторую очередь в принципе мы до добиваем и жесткость получаем на выходе воду без железа и от помягченную в общем-то до того предела который может это сделать показатели не поможет какие-то показатели железо было по анализу два с половиной миллиграмма то есть в десять раз в десять раз почти до а жесткость по моему порядка шестерки это в общем-то в пределах по д.к. но для комфортного существования гораздо выше чем хотелось бы поэтому вот выбрали систему с комбинированной загрузкой почему выбрали так потому что если бороться сначала с железом потом с жесткостью то резко вырастает количество оборудования необходимую для такой борьбы до такой очистки то есть на каждый компонент один или два баллона получилось бы здесь бы целая батарея стояла вот таких вот коллонов да с клапанами управления с конс компрессорами или с дозацией хлора вот комбинированная загрузка позволяет в некоторых случаях в данном том числе сравнил так одним махом победить да вот но еще состоит за счет стоит система состоит из колбы баллона баллона в котором как раз корпусу до вейсайбер если не ошибаюсь 12 дюймов в котором собственно содержится загрузка и в котором происходит процесс очистки вагон сейчас покажем загрузку да чем хороши и светлые баллоны их можно просветить и вот увидеть да слой слой загрузки внизу лежит сверху чистая вода и под самым верхом еще некоторые компоненты загрузки плавучие до которые вот она разделяется вот так вот там некоторые пластиковые по моему вставки они способствуют перемешиваю вот на корпусе установлен клапан направляющий что за фирм авто тролл американский клапан занимается тем что направляет и перенаправляет потоки воды на промывку на регенерацию и прочее здесь целых восемь него стадий которые проходит система когда очищается после тяжелых трудовых будней достаточно такой интересный клапан самостоятельно считает многие параметры и не очень сложен в программировании и неотъемлемая часть системы это солевой бак в котором находится запас таблетированной соли потихонечку растворяется превращается собственно в реагент который забудет забирать систему когда не будет регенерировать на выходе системы поставили колбу механическая механику она будет ловить принципе скорее всего заменим потом картридж на прессованный уголь поскольку он будет и механику задерживать и также дезодорировать воду она станет поприятнее на вкус то есть в двух словах приходит вода вот где-то здесь для двух словах у нас вот байпасный узел до который позволяет эту систему обойти при необходимости вот соответственно приходит вода в систему подается по внутренней трубе в самый низ через загрузку да через загрузку проходит вода в процессе очищается и забирается системы уже на потребителя потребителя в данном случае через колбу и пожалуйста вот она приходит байпасный узел обратно и уходит уже на дом по поводу стоимости обслуживания сейчас такой вопрос возникает как часто вот можно смола вот это вот выходит из строя какой заменит срок службы смолы достаточно сильно зависит от условий в которые она работает то есть как много железа какая вообще вода но в среднем как бы 5-7 лет в общем то она должна работать можно этот срок скажем так не сокращать если проводить периодически очистки смолы от забившего там ее железо есть специальные препараты которые растворяются отдельно растворяются в воде и происходит промывка системы этими препаратами в общем то можно и самостоятельно при желании освоить либо там как я гласить на обслуживание как я понимаю система на общем то не требует какого-то специального навыка да то есть соль она сбирает автоматически только подсыпая ее и промывается она сама тоже да позадула система задумана таким образом что задумана таким образом что работать она должна без участия до каких-то операторов без присмотра она просто устанавливается в подвале дома либо где-то там каком-то помещении техническом и работает самостоятельно по счетчику внутреннему измеряет количество очищенной воды когда это количество подходит к концу к заданному опять же там пределу система самостоятельно промывается делает это обычно ночью когда минимальный разбор или разбора нет вот и дальше все повторяется сначала как такового обслуживания не требует если что требует то периодически подсыпать соль подсыпание соль в солевой бак да там нужно поддерживать этот мешочек рублей 600 вам стоит до соли до мешок столью в среднем там 600 700 рублей и вот эта система за один раз забирает 6 килограмм соли приблизительно то есть мешка хватает на 4 регенерации регенерация происходит через пять кубов до через пять тысяч в принципе если их расходовать достаточно экономно то можно не так уж и затратно потреблять эту воду то есть это общая ситуация какая у заказчика у нашего была вода которая не устраивала она пахла она была желтоватого цвета после отстаивания это было очень комфортно то есть ничего не приготовишь не еду помыться тоже неприятно и сантехника в том числе она атак воды покрывается желтым налетом поэтому под сделав анализ мы убедились что есть железо и жесткости и с помощью такой системы мы все это устранили сейчас в данный момент водичка течет чистая готова для использования пахнет а сколько вообще это обошлось сколько стоит примерно затрудняю сейчас мне кажется под ключ там в районе семидесяти тысяч а то есть оборудование при сработаны да ну вот краткий обзор компания рада строй до новых встреч